Меня зовут Евгений Шувалов и в этом видео я хочу показать один из моих самых любимых этюдов. Действительно очень красивую идею, где существуют белые, и я надеюсь, что просмотр этого видео произнесет вам несказанное удовольствие. Ну а прежде чем начнем, хочу также поделиться с вами одной радостной новостью. У моего канала наконец-то появилась группа на фейсбуке, так что вы тоже можете туда заходить, лайкать ее, вступать в идею поклонников, писать комментарии, там выкладываются не только мои видео, но еще много чего интересного. Поэтому я буду ждать вас всех на фейсбуке. Ну а давайте все-таки приступим непосредственно к этюду и попробуем просто оценить позицию. Ход здесь белых, и не трудно заметить, что у белых достаточно большой материальный перевес. Вот вы видите, что у белых лишний конь, лишний слон, тут по сути две лишние фигуры у белых. Но проблема в том, что фигуры как-то так вот разбросаны по доске, и у черных, если вы ее заметили, очень далеко продвинутая проходная на А3. Да, черные идут вниз, и черным осталось сделать буквально два хода до того, как эта пешка превратится в ферзя. И вы видите, что все фигуры белых далеко, и задержать эту пешку представляется очень проблематично. Ну и стандартное задание для этюда, белые начинают и делают сильнейшие ходы. То есть неизвестно, должны ли здесь белые выиграть, или задача просто сделать ничью. Вообще, вот когда видишь такую позицию, что первое, что приходит в голову, это как бы унести ноги, поскольку реально игра черных очень простая. Пешка за два хода идет вперед, превращается в ферзя, после чего с лишним ферзем черные выигрывают. А как белые могут этому воспрепятствовать? И здесь начинаются целые проблемы. Видите, что слон не может просто встать на диагональ, поскольку пешка идет вперед, и пешка d4 переграждает путь слону. На взятие на d4 пешка слоном последует ясное дело король будет d4. Пешке осталось сделать один ход, но вроде бы мы можем сделать шаг конем. Но теперь главное не отступить королем под вилку. Ну, вот самое техничное, это куда-нибудь вот сюда отойти, на e4, чтобы не было на шаг и конем. На какой-нибудь ход d3. Опять же, важно не подойти под шаг, пойти куда-нибудь королем f4, после чего пешка проходит в твердень. Конь не успевает задержать пешку. И она превращается в ферзя, а в общем-то черные здесь должны уже выиграть в этой позиции. Так что прямолинейная игра, связанная с ходом слона f6, не проходит. Но как еще можно попробовать задержать пешку? Ну, ясное дело, что бесполезно гоняться за пешкой слоном. Спойти слон e7, пешка идет на a2. И белые буквально один ход не успевают, чтобы эту пешку задержать. Вот если бы сейчас был ход белых, белые бы пошли слоном b2, и пешка задержана. Но черная пешка немедленно становится ферзем, слон оказывается под связкой, и опять же черные выиграют. Можно попробовать как-то маневрировать пешками. Например, начать все-таки с хода слона f6. И на ход a2 пойти c3. Теперь, да, действительно, на взятие пешкой мы забираем слоном, и слон успел вовремя задержать пешку a2, взять под контроль поле превращения. Но кто же будет брать в такой позиции? По сути дела, белые не созданы одной угрозой, и черные спокойно проводят свою пешку в ферзя, да и еще делают это с шахом. Обратите внимание, ко всем гоестям белых, еще и их король постоянно попадает под шаки. Ну что ж, тоже не проходит. Вообще, те шахматисты, которые часто решают этюды, должны знать, что в этюде все фигуры должны участвовать в решении задачи, и не бывает лишних фигур. Поэтому хочется как-то использовать еще и коня. Но, как вести коня к этой пешке тоже пока проблематично. Например, поле c6 пробивается, хочется попробовать через d7. Ну, через d7 явно очень долго, пешка опять же идет на a2. Мы можем дать один шаг. Король куда-нибудь отойдет. Ну, чтобы не попадаться под шахем. Например, сюда. Например, на e4 отойдет. Теперь конь пешку не задерживает. На шах можно еще куда-нибудь отойти. Например, вообще на f3. И после этого уже пешка a2 спокойно проходит в ферзи. Опять же, черные фигуры буквально... Белые фигуры, простите, буквально один ход не успевают. Сейчас успел бы слон забрать на d4, то белые бы выигрывали. Но черные проводят опять же ферзя с шахом и снова получают решающий матьяне перевес. Ну что ж. Непростая задача стоит перебилом, правильно? И действительно, когда первый раз видишь этот этюд, кажется, что вообще решения здесь нет. Ну, можно... Ладно, мы пробовали начинать с ходами фигур. Давайте попробуем пешками сыграть. Например, можно пойти на c4 шаг. c4 шаг. Король где c4. И здесь попробовать выскочить конем. Ну, опять же, мы их делаем хоть а2. Конь а5. Идея такая у этого хода. Что в случае король d3 отступления конь пойдет на b3 и успевают белые задержать пешку на а2. А, в общем-то, это главное. Главная задача белых в этой позиции. Поэтому король должен держать поле b3 под контролем. Если пойти король b4, то, видимо, следует шаг слону. Король a4. И... И как задерживают белые пешку. И, видимо, никак. В конце 4 пешка превращается в ферзя и снова выигрывают черные. Ну, что ж. Вы видите, что очень непросто задержать действительно пешку на а3. И кажется, что задача вообще не имеет решения. Можно попробовать с другой пешки начать. Пойти сначала d3, например, bma2. уже один ход остался у белых. Буквально один ход для того, чтобы задерживать эту пешку. И... Опять же, ход c4 здесь не успевает нигде. Можно даже взять по c4 на слонов 6 пешка превращается в ферзя. И снова выигрывают черные. Ну, при первой попытке решить этюд у нас с вами ничего не получилось. Поэтому давайте подумаем немножко еще над этой позицией и посмотрим, какую фигуру в принципе белые могут задержать пешку на а3. Объективно говоря, конь на b8 расположен очень далеко. Ну и в принципе, может быть, где-то ему удастся поставить вилку на короля и на пешку задержать. Но... маловероятно. Поэтому самое важное это... Видимо, самая главная фигура, которая должна в итоге задержать эту проходную это слон h4. И ясное дело, что на поле а3 уже задержать не получится. Поскольку это поле уже пройдено, по сути. Пешка расположена сейчас на а3. И единственное поле, на котором этот слон сможет задержать проходную это поле превращения. То есть поле а1. То есть слона нужно поставить на большую диагональ. Это практически необходимо. Мы с вами уже смотрели вариант слоны h6. А2. И здесь у нас ничего не получалось. Здесь посмотрели. Слон b4, король b4. и выигрывали черные. Ну и здесь если покинут конь c6, то тоже пешка проходит впереди с шахом и опять же выигрывают черные. То есть немедленный ход слона h6 проигрывает партию из-за того, что пешка d4 под защитой. И ход слона h6 не создает реальной угрозы. Отсюда нужно сделать вывод, что эту пешку нужно как-то ослабить, либо короля нужно отвлечь за счет этой пешки. Но опять же проблема белых в том, что они очень спешат, у них очень мало времени. Буквально два хода нужно черным для того, чтобы провести пешку ферзя. И что самое страшное, это превращение будет с шахом. То есть даже в конечной позиции никакую вилку коневую не удастся поставить. поэтому белым нужно немедленно, буквально вот сейчас создавать какие-то угрозы и как-то содержать эту пешку. И, к счастью, к счастью для белых такая угроза находится. И это ход конь h6. В общем, эта идея простая. Конь встает под бой и вроде бы пешка все равно может пойти вперед, но тогда конь может объявить известную вилку и следующим ходом забрать пешку после чего выигрыш белых не представляет никакой сложности. Ну, это вроде бы ясно, но а что запланировано на простое взятие коня? Ведь конь встал под бой и самое логичное это не идти пешку, а сначала съесть коня. И, в общем-то, вся идея вот этого хода конем заключалась не в том, чтобы объявить вилку, а в том, чтобы отвлечь черного короля от защиты пешки д4. теперь белые уже успевают поставить своего слона на большую диагональ и вы видите, что уже нельзя здесь немедленно двигать пешку, поскольку слон просто забирает д4 и поле превращения под контролем. белые остаются с лишним слоном с двумя пешками и, в общем-то, легко выиграют это окончание. Но пешку же можно защитить, вы скажете, и, в общем-то, скажете правильно, но защитить оказывается тоже не так просто. Вроде бы, здесь два хода у черных для того, чтобы защитить эту пешку, но первый ход вообще легко проигрывать. если пойти король c5, вы видите, что король с пешкой будет располагаться на одной диагонали и слон объявляет шаг сзади, после чего забирает, наконец, эту опасную кругу одну и также белые легко добиваются победы. Ну, поэтому логично, конечно, пойти королем на белое поле, поставить его на d4. И вот здесь у белых наряльно начинаются проблемы. Всех, кто не нашел ход конца 6, я предлагаю уже вот в этой позиции подумать, как можно попытаться здесь задержать пешку. Мы с вами немножко приблизи о решении, слон уже расположен на большой диагонали, но коня у нас уже нет, и пешке все еще остается два хода для того, чтобы превратиться в ферзя. Нужно как-то сдвинуть с места пешку d4 каким-то способом. Ну как, можно попробовать напасть на нее ходом c3. черные совершенно не обязаны как-то реагировать, то есть идея бы оправдалась, если черные захотят заблокировать, например, пешку сыграет c4, тогда мы смело жертвуем на c4, и слон, вы видите, контролирует большую диагональ, после чего пешка на а3 задержана. Ну опять же, здесь, наверное, скорее всего ничья, поскольку король через b3 пройдет пешке c2, и за счет того, что слон будет вынужден отвлечься на пешку a, черным удастся забрать пешку на d2, и если они не выиграют таким способом, то ничего не точно сделают. Но не обязательно же задвигать пешку на d3. Самое логичное это просто не обращать внимания, а двигать свою проходную. Просто пешка идет вперед, сломит d4, например, и пешка проходит опять же ферзи с шахом. Белые ничего не успели сделать, собственно, пешка на c3 мешает им забрать черного ферзя. Ну, как еще можно попробовать сыграть? Можно попробовать дать немедленный шаг. Взятие на проходе здесь плохо. Отходить королем на черное поле тоже плохо из-за хода слон e7. Мы забираем пешку на а3. Ну, вроде бы нет противопоказаний против того, чтобы просто забрать на c4. король просто забирает на c4, и пешка d4 все еще под защитой, грозит a2 и последующий провод пешки ферзя. Ну, а шах на d3 он тоже никак не помогает белым. Он просто на один ход отодвигает неизбежный конец, и теперь видно, что белый просто не успевает. вот они создали угрозу взять на d4, но черные успели уже провести ферзя, и эрштиль ферзь против слона конечно легко выйдет. Ну, что ж, мы с вами смотрели ход c3, смотрели ход c4. Ходы королем явно не приводит никакой идеи, поскольку король никак не может задержать пешку на a3, и просто методом исключения можно пойти к выводу, что за белых нужно играть d3. Играть d3 с тем, чтобы пойти c4. Белые играют a2, точнее, черные играют a2, это самое логичное. И после этого белые делают ход c4. Объявляют черному королю шах. И вы видите, что пешка d3 на самом деле очень сильно ограничивает черного короля. Она отнимает у него важное поле e4, отнимает у него поле c4, и теперь король не может просто забрать эту пешку. Ну, а король должен во что бы то ни стало защищать пешку d4, поскольку если король отойдет куда-то назад, то ясно, что белые просто заберут на d4, и слон как раз вовами подоспел к тому, чтобы задержать проходную пешку. Поэтому про сути единственный ход это отойти королем над цепи. Здесь король защищает пешку на d4, блокирует белые пешки, и уже здесь черный готов провести свою пешку ферзя. Ну, что ж, раньше ход королем на цепь был плох из-за того, что мы объявляли шаг слоном с поля e7, и потом забирали слоном на 3. Но здесь вы видите, что слон не успел забрать на 3, пешка уже проскочила это поле, и черные должны выиграть в этом варианте. Поэтому здесь вроде бы у белых наблюдается такой дефицит планов. Задержать эту пешку не представляется. Возможным единственный ход это вроде взять на d4, но после взятия королем на d4 опять же пешку задерживать просто нечем. Что же делать в белом в этом случае? Вообще я хочу сказать, что если вы заранее уже с начальной позиции не видели плана выигрыша, то все предыдущие варианты коту под хвост. Все, что мы с вами делали, оно было бы бессмысленно, если здесь не найти выигрыша. Здесь это такая пуанта всего варианта. нужно понять главное, что грозит превращение пешки в ферзя. Прошение будет шахом. И нужно как-то воспрепятствовать этому превращению, но мы никак не можем помешать пешке попасть на а1. То есть пешка в любом случае попадет здесь, попадет на а1 и превратится в ферзя. Значит надо попытаться создать какие-то контур угрозы. И неожиданно оказывается, что белые способны создать такие контур угрозы. И в частности из-за того, что черный король расположен не совсем удачно. Вот вроде бы он стоит в самом центре, но ходов у него не так много. Он может пойти сейчас только на c6, на d6 и на b4. Обратите внимание, что поля b4 и d6 черного цвета и они пробиваются слоном. То есть из белых полей только поля c6 доступно королю. Остальные поля b5, d5 и c4 все поля пробиваются белыми пешками. То есть мы имеем следующее. Нужно во-первых воспрепятствовать шаху в один ход и во-вторых взять под контроль единственное белое поле это поле c6. Достигается это простым ходом король b7. Вот этот ход это по сути дела пуанты всего этюда. нужно было видеть этот ход буквально в начальной позиции. Теперь смотрите как интересно. Король отошел и черные должны пройти пешку ферзя просто иначе вся игра заходит в тупик. Если не пророщать пешку ферзя то просто нужно будет отойти королем другого ходов нет либо пешкой ходить либо королем король отойдет либо на b4 либо на d6 мы заберем слоном на d4 и легко выигрываем. Поэтому логично пройти пешку ферзя и все вроде бы ферз прошел ферз против слона выигрывает но здесь следует наш любимый шаг слоном шаг слоном с еси и неожиданно у черного короля нет ни одного хода да действительно на доске мат вы правильно все заметили посмотрите пешка c4 отнимает поля b5 и d5 у короля пешка d3 защищает пешку c4 белый слон отнимает поля d6 поля b4 и атакует короля и все на доске мат мы поздравляем мы правильно решили этюд ну что ж это действительно был очень красивый этюд и это один из самых моих любимых этюдов красота его заключается в том что вроде бы разрозненные фигуры удается не просто задержать пешку а удается создать матовую сеть в центре доски просто буквально одним слоном вот один из фигур у белых только один слон и этим слоном им удалось создать в центре доски матовую сеть ну что ж на этом я заканчиваю сегодняшнее видео кому понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал и также заходите на фейсбук включайтесь в мою группу Шувалов Чест Скул с вами был Евгений Шувалов до новых встреч